Итак, добрый день, дамы и господа. Мы поговорим о пользовательском опыте. Будем говорить о UX, другими словами. Так, давайте попробуем. Да, там работает. Так, на моем компьютере работает. Может быть, если хотите продать свой компьютер другому, вот так его рекламируется. Очень эффективно. Так, еще раз попробуем. Отлично. Всем видно? Можете прочитать? Не может. То есть, отлично. У нас интересный ресурс. То есть, половина букв отсутствует, но мы можем прочитать. Наш мозг – это отличный ресурс. Он может проанализировать и понять, что написано. Ну, конечно, субтитры будет понятнее. Значит, почему я говорю о UX? Потому что, как я уже говорил сегодня утром, тем, кто приходил на мои предыдущие конференции, то есть, мы в нашем мире пользователь занимает все больше и большую роль, это становится более депрессивизированным. Мы создаем ПО сейчас для любых типов пользователей, для всех. То есть, люди не знают, что такое IT, не знают, как оно у нас создавалось. Они не хотят знать ничего ни про технологию, ничего. Они хотят просто пользоваться нашим продуктом. И они, естественно, не знают, как правильно его использовать. Они должны сначала научиться. И, как вы знаете, никто не читает руководство. Прочитай руководство, если такое. И часто мы даже не скачиваем руководство. Нам нужно искать его в СИИ, посняться к интернету, или искать видео, как кто-то имел такую же проблему, и как решил. И люди этого не делают. Значит, сейчас мы разрабатываем продукт, но его никто не хочет. Нет спроса, это просто стартап. И многие продукты, многие стартапы проваливаются. Но часть неудач происходит из-за того, что мы создали продукт, не дружественные пользователи. Мы IT-эксперты. Мы знаем, как работаем компьютер. Мы можем с вами разобрать компьютер, разобрать его, перепрограммировать, рассчитать любой код, C-sharp, JavaScript, понять, что в нем содержится. Мы это можем. То есть вы можете, тогда вы лучше меня подкованы. Я не могу. Ну, и 14% проектов проваливаются, потому что в них игнорируется клиент. Они продают продукт, потом после того, как продали, все, никто о них не больше задумает, поддержку не предоставляет и так далее. Это очень часто. Большие бренды, крупные, меня игнорируют. Реальные истории есть, могу рассказать вам. Итак, пользователи, что вы хотите? Мы спрашиваем этого всего мира. То есть мы спрашиваем это в интернете, везде. Что вы хотите, пользователи? Мы думаем, что мы все одинаковые. Что все люди одинаковые. Да, но есть высокие, толстые, худые. Мы все разных полов, разные культуры, разные книги, разные предпочтения. То есть кто-то думает, что это хорошо, а я думаю, что это некрасиво, нехорошо. Мне не то, что ты лично не нравишься. Мне просто не нравится то, что нравится тебе, потому что мы разные. Поэтому типичного стандартного пользователя больше нет. И мы должны к этому адаптироваться. Мы должны быть гибкими. И кроме того, наше общество полно противоречий. Мы хотим поделиться нашими лучшими моментами со всеми, с нашими друзьями. Но мы можем, чтобы это была наша личная информация, чтобы она была защищена. Мы хотим, чтобы что-то у нас работало быстро, быстрая доставка. Но мы хотим, чтобы это было и так же качественно. Мы хотим самое высокое качество, чтобы нас с вами обращались, как сказали. Но мы не хотим за это платить. То есть, видите, вошли противоречия. И я могу еще 10 тысяч примеров привести таких же. Каждый день мы хотим что-то, и одновременно хотим что-то другое, что этому противоречит. Мы, нравится нам это или нет, мы любим играть. Мы все геймеры. Мы любим сложность. Но мы не любим многосоставные элементы, но не любим преодолевать сложности. Когда система такая комплексная, она как игрушка, она интересная. Но если она при этом сложная, это уже не игрушка. Это не смешно, это неинтересно. То есть, есть господин Норман, Нинсен Руб Норман, который исследовал сложность. Якоб Нинсен, Дон Норман. Такие вот исследователи слышали о них? Нет. Есть крупный бренд в США, и они специалисты по практичности. Они эксперты по практичности, написали об этом книге. И вот это самый главный парадокс или парадигма. Если это слишком просто, это скучно. Нам не нравится простое. Нам хочется что-то такое комплексное, многокомпонентное. Оно нас как бы занимает, бросает нам вызов. Но когда оно слишком сложное, мы чувствуем себя неполноценными. Я что, тупой? Почему я не могу так, чтобы это работало? Потому что сложность нам не подходит. И вот оптимальная зона здесь, то есть, когда оно такое сложное, но не сильно сложное, чтобы мы могли с этим разобраться. Нам это нравится. То есть, задача у нас становится все сложнее и сложнее. Вот пока я говорил, я думаю, что проблема стала еще сложнее во всем мире. Становится сложнее каждую секунду. Но у нас есть несколько категорий пользователей. То есть, вот эта подъемность сложности зависит от того, вы эксперт или вы любитель. И это касается любой деятельности, которой вы занимаетесь. Если вы первый раз катаетесь на коньках, первый раз выводите машину, вы новичок. И вам сложно, вам надо синхронизировать свои действия, удерживать равновесие. Это так сложно. Через 20 лет вы каждый день катаете машину, каждую зиму катаетесь на лыжах. Так вы без рук можете уже на лыжах кататься, и не проблема. Поэтому нам нужно адаптироваться к всем пользователям, с которыми мы работаем. Нам надо обеспечить, что мы можем действительно удовлетворить каждого из наших клиентов, пользователей. Сколько из вас являются геймерами? Кто регулярно играет в игры? Я тоже геймер, я тоже играю. Но когда вы начинаете новую игру, вы знаете, какие-то кнопки управления, вы более-менее знаете, как двигаться, и так далее, и так далее. Но вам надо научить какие-то специальные команды, специальные фишки новой игры. И вам нравится этот период, пока вы учитесь, вам нравится. То есть, если вы хотите, чтобы вы нажмите на эту кнопку, чтобы лечь на эту кнопку, и так далее. Вам это тоже доставляет толще, научиться играть. После того, как вы научились, все, вам не хочется больше учиться, вам не надо, чтобы подсказка, нажать их, чтобы прыгнуть. Вы не хотите получать сообщения. То есть, больше учиться вам не охота. Это неинтересно. Должна быть песня, должна звучать песня. Можно как-то ее включить? Звук, надо как-то включить. Можно звук с видео, чтобы был? В прошлом передаче смысла не было. Это видео сейчас покупать. То есть, история, которую я хочу рассказать, как интернет может использоваться реальной жизни. Это человек в супермаркете, и есть сайт, который как бы изображается в этом видео. Это отличное видео. Я надеюсь, все-таки, что звук будет, иначе мне придется еще анекдот, и тупые рассказывать полчаса, чтобы вас чем-то занять. Потому что видео это очень важно. К сожалению, я не слышу. Хорошо, мы еще с позже посмотрим. Давайте пока посмотрим другой уровень сложности. Это Mirror's Edge Catalyst, игра. То есть, если вы любите прыгать, смотреть сверху, это все хорошо, но есть очень большая проблема. Если вам нужна специальная команда, например, бежать по стене, вам надо нажать комбинацию кнопок на приставке Xbox 360. И я иногда не могу это сделать. Я геймер, но у меня не получается. Я не эксперт, не профессионал, не суперспособный к обращению с джойстиком. Поэтому я не могу это сделать просто. Я постоянно падаю, разбиваюсь. И я положил стекло на стол, чтобы не было газа. То есть, я, по сути, удалил эту игру. И у меня нет возможности как-то изменить эти кнопки. То есть, как пользователь, я ожидаю, что будет возможность как-то изменить команду, чтобы мне было удобнее. Например, вместо того, чтобы переключать что-то слева направо, нажимать на кнопку. В некоторых кнопках есть такая возможность выбрать команды самому, сочетание клавиш. То есть, игра отличная, но я не могу в ней играть, к сожалению. Вот это реальный сайт, скейтшот. Это, конечно, результат. Первый раз, когда вы загружаете, заходите, там появляются буквы. И я думал, о, отлично, анимация, отлично. Но буквы продолжают, появляются, они остаются на экране. И потом они заменяются, друг на друга пишутся. И по итогу вот такое. Вы не можете прочитать. Давайте я попробую. Нет, никак. Никак не могу прочитать. Невозможно прочитать. Даже, как бы я не старался. И такое происходит очень быстро. У вас даже, да, я пробовал вот так, как вы показываете, но не получается. И все. То есть у вас тут времени прочитать первую строку, и вторая уже наверх появляется. И в конце у вас вот такое остается. Еще одна штука, которую любят пользователи, когда вы выполняете свои обещания. Но, как я сказал, пользователи не всегда умны. Пользователи не всегда привыкли к тому продукту, к тем, которым вы предлагаете. То есть они их не понимают. Они не врубаются, как ими пользоваться. Вы смеетесь, но у меня был опыт в США, когда у вас есть только один рычаг, и вы в душе. И я не понял, как регулировать температуру и напор воды одним рычагом, пока ты не врубишься, как реально этот рычаг использовать. Я четыре раза принимал холодный душ, на самом деле. Это смешно, но не всегда. То есть, вот это, например, Xbox на PS4, оно работать не будет. Но вы можете поспорить, почему старые Xbox 360 не работают на Xbox One игры. Это немножко другая история. Спасибо Microsoft за то, что я смог купить новый пульт управления. Это 60 лет назад сделанный. Вот этот бренд. Знаете, я про XP расскажу сейчас плохие новости. Надеюсь, представителей, пользователей этой системы нет. Здесь в сале. Когда вы обещаете, дешевле купить новый принтер, чем купить новый картридж. Картриджи очень дорогие. Если вы покупаете не оригинальные, то у вас проблема. Не только потому, что поддельные картриджи у вас есть, которые используют вам принтер, но некоторые из них с чипом. Вы знаете, этот чип распознается принтером, и он говорит, это не оригинальный картридж. Что за фигню ты сделаешь? Ты пытаешься меня сломать. Я заплатил хорошие деньги, чтобы купить эту штуку, но проблема в том, что на коробке, когда вы покупаете оригинальную вещь, у вас есть возможность получить какую-то компенсацию, возврат денег, дополнительный чек. Я вызвал, он там есть, я пришел на сайт, но он не работает, этот код не работает скидочной. И если вы просто входите, вводите номер, у вас куча код открывается, все очень красиво, но если вы два раза вводите код, он не работает. То есть я просто потерял код таким образом, потерял скидку. А почему? Я заплатил хорошие деньги, сделал все в розы, как было сказано, но из-за того, что там есть технический баг, я не получил свою скидку, возврат денег. А что такое? То есть сайт работает, но предложение закончено. Вот в чем проблема. Спасибо, HP, но я больше HP покупать не буду. То есть это, конечно, очень фантастическая штука. Это книжка или курс, ее можно купить, но там получается, что сначала там одна цена заваляется, потом другая, потом третья, потом четвертая. И я хочу купить за 99 евро, но я не хочу купить за 999 евро вот это. То есть что я получу, я не знаю, меняйся, что вы будете делать в такой ситуации. Вы просто вообще не покупаете. Если цена где-то отличается от того, что было сказано, заранее вы не будете покупать, вы скажете, я не хочу за эту цену. Это сразу проиграна битва за покупателя. И повторно человек сюда не вернется уже точно. Я сегодня утром вам немного говорил о продуктах, которые развиваются очень странным путем. Я рассказывал вам о том, как Фейсбук поменялся от «я хочу встречаться с этой девушкой», до «я хочу повлиять на выборы». Есть еще другие примеры таких странных изменений, когда наши продукты делают то, что мы на самом деле не хотим, чтобы они делали. Или, например, мы хотим, чтобы они это делали, но они делают это абсолютно странным способом. Наверху, например, коричневая картинка, справа она называется, это приложение, оно работающее приложение, вы хотите для бега, оно измеряет ваши калории, когда вы бегаете. Вы бегаете, вы хотите поделиться с друзьями этой информацией, например, вы бежите, хорошая погода, солнышко светит. И вы делитесь этой фотографией, вы, конечно же, отмечаетесь на карте, где вы находитесь, вашу локацию. Те, кто любит бегать, кто любит бегать в очень странных местах, например, в Афганистане. А кто хочет поделиться своими результатами, как он бегает в Афганистане? Военные, конечно, военные этим занимаются. Страва, на самом деле, она не видна, так, если увеличить карту, вы видите красную точечку, и это как раз-таки то место, где американские солдаты бегают в Афганистане. И мы не знали, что у них там есть база, они, скорее всего, скорее всего, она есть, секретная база. Ну и любые люди, которые могут использовать эту информацию, могут отправить сюда бомбу, например. Видите, мы опять затрагиваем вопрос безопасности данных, личных данных. Есть еще один американский бренд, Target, называется. Они отправляют какой-то купон, когда вы покупаете у них продукты, вы получаете скидки и так далее. И они анализируют данные на основе ваших покупок, и они, в принципе, предлагают какие-то другие продукты, что им кажется, что вам понравится. И эти ребята при анализе данных выяснили, что, когда женщины становятся беременными, они меняют свои привычки, какие-то привычки, например, они больше начинают ухаживать за своей кожей. И, например, вы используете средства для ухода, которые меньше пахнут, потому что, например, у вас токсикоз, и вы плохо себя чувствуете от сильных заблоков, поэтому вы меняете свои привычки в данном опыте. Или, например, вы начали залазить на какие-то странички, где рассказывают о том, как воспитывать ребенка. И все вот эти программы, они отслеживают такие вещи, и, возможно, вы даже еще не забеременели. Однако вы просто зашли на эту страничку, и программа эти данные начинает обновлять. А у мужа этого женщины, например, или парня, есть информация, например, о том, что его жена посещает такие сайты. То есть это приложение отправляет ему эту информацию, и иногда это нежелательная информация. Эти все приложения связаны с часами, например, Apple Watch, если бы, например, женщина бегает, и что происходит? Внезапно частота сердцебиения стала больше, чем обычно. Например, у нее было 85 ударов в секунду в минуту, хотя обычно у нее 78, например. И тогда приложение считает, что что-то случилось. Женщина написала в суппорт, и кто-то ответил, возможно, вы забеременели. Человек был врачом, он знал, что, в принципе, если женщина сбеременела, то скорость сердцебиения учащается. Это нормальные физические реакции. И она прошла тест на беременность, и действительно она оказалась беременна. Apple об этом рассказала еще до того, как она прошла этот тест. Весь мир об этом узнал. Что, о чем мы, в принципе, никогда не думаем, и я об этом говорил так же сегодня утром, когда попытался рассказать вам о том, как все используется, и как не используется, и как правильно используется данное. Есть специальный контекст, который позволяет понять, что и где вы используете какое-то устройство, продукт, например, МПО и так далее. Подумайте вот о таком случае. Например, холодно. Здесь, в Беларуси, у вас холодная зима, правильно? И вы можете использовать компьютер снаружи, может быть, и не можете. Однако, если у вас минус 20, например, скорее всего, компьютер не будет работать. Вы прекрасно знаете, что, когда вы работаете, например, в темноте вечером, то ваш экран очень агрессивный. Поэтому у нас есть возможность адаптировать его под ночное видение. Подумайте про смартфон, например, когда на улице ярко светит солнце, вы не видите свой экран. Почему? Потому что разрешение достаточно хорошее. Все эти моменты могут случиться и могут влиять на так называемый UX, или опытский опыт. И пользовательский опыт, он шире, чем, в принципе, понятие юзабилити. Так как оно касается еще и ваших ощущений, того, как вы чувствуете себя до и после использования того или иного. И это очень важно, потому что вы помните, что вам нравится, и что вам не нравится. Возможно, вы используете что-то в какой-то стрессовой ситуации. Многие люди здесь геймеры, например. Когда у вас есть вот этот обратный отсчет, который случается, когда заканчивается, вы знаете, что что-то случится, например, потерять одну из жизней, или же какой-то... Вы находитесь в стрессовой ситуации в таком случае, и тогда намного сложнее координировать какие-то вещи и думать одновременно. В реальной жизни, вы, например, находитесь на войне, и внезапно вам необходимо принять решение, стрелять или не стрелять. И тогда вы отправляете ракеты на самолет, который вылетает, и, наконец, вы случайно сбиваете обычный самолет, который летит из Ирака, например. Это стрессовая ситуация, вся информация была там, у вас вы ей владели, однако вы не смогли правильно сделать решение. Вы приняли такое неправильное решение только из-за стресса, но уже слишком... У вас вы можете быть уставшими, просто когда вы устали, вы думаете по-другому, у вас возможности обработки информации тоже совсем другие. У вас может быть что-то на заднем плане, какой-нибудь шум, например. Вы пробуете поговорить с кем-нибудь на дискотеке. Скорее всего, нужно будет выйти, потому что можно как-то мешать. Что касается температуры, температура тоже важна. Например, если вы поедете в Исландию или в Сахару, я думаю, будут два абсолютно разных типа ощущений. Это все касается того, как мы используем наше устройство. Компьютеры просто великолепны. Однако они ломаются очень быстро. Например, для армии, именно с этой точки зрения, делают какие-то более устойчивые машины-компьютеры. Иногда мы делаем очень странную вещь, например, пьем водку перед своей презентацией. Да, это очень странно, но такое может произойти. Вот такая ситуация, смотрите. Это не баг, это фича. Итак, никогда не предполагайте, где могут использоваться такие ПО или устройства. Вы никогда не знаете, будут использоваться ваше ПО или устройство на диване, в путешествиях, пока они будут бегать, либо кататься на велосипедах, в метро. Вы никогда не знаете. Однако вам необходимо думать, где и как они будут использовать, потому что вы должны их разрабатывать именно для них. Помните, мы переходили от обычного компьютера к телефонам, штатфонам, планшетам и на самом деле сейчас уже... И мы должны адаптировать веб-сайт, потому что веб-сайт должен быть читаемым для нормального компьютера, с большим размером, и для маленького фактора, который является вашим телефон. И тогда, конечно, я не знаю, но вы не можете читать эти маленькие каракты, поэтому мы должны уйти в режиме, и вы должны быть уверены в определенный режим, и вы должны быть читаемым. Ну, sorry для того, что я говорю о трансляторе, я говорю о литре, но я думаю, что вы получите слово. Итак, что у вас есть, и что у вас есть, и что у вас есть, и что у вас есть. Есть книга, которая называется «Не заставляйте меня думать». Это книга, которая читается очень быстро и очень легко. Это целая концепция того, что действительно нужно думать, что хорошо, что плохо. Мы уже с вами говорили об айфонах, например. Люди очень быстро соглашаются с тем дизайном, который им предлагают. В принципе, это об этом. Прошу прощения за предыдущие технические неполадки. Была проблема с оборудованием. Мы вернемся к видео. У нас у меня еще 15 минут есть. Видео смешное. Если вы хотите остаться, посмотрите его. Итак, вот это основные вещи, которые ожидают люди. То есть эффективность, то, что можно запомнить, удовлетворенность пользователей. Кстати говоря, ее очень сложно измерить. Необходимо иметь настоящих пользователей. Необходимо всегда и везде иметь настоящих пользователей на самом деле. Фидбэк, обратная связь по статусу, это то, что мы получаем. Мы хотим знать, что происходит. Мы хотим контролировать ситуацию. Поэтому нам необходимо видеть, что только 27%, например, загружено. Когда я нажимаю на кнопочку, я хочу, чтобы этот слайд двигался. Если он совпадает с настоящим миром, это, конечно, намного лучше, потому что мы уже понимаем, как все работает в настоящем мире. Подумайте про концепцию рабочего стола. У нас есть компьютер, на нем есть экран, и мы называем его рабочий стол. Но рабочий стол он так не выглядит, но тем не менее мы его так называем. Также у нас есть корзина. Зависит от того, как вы его называете. Может быть, корзина, а может быть, мусорка. Смотря на то, что вам больше нравится. Итак, все очень просто. Когда у нас есть терминология, когда мы пытаемся ее каким-то образом связывать с реальностью, то мы узнаем, чего ожидать от этого. Если мы такие правила сломаем, то мы тогда не сможем. Нам будет сложнее понимать. В компьютерах сейчас нет багов. 50 лет назад они были. А сейчас нет. Однако, в баге была шутка, языковая слезная игра имелась в виду настоящие насекомые, которых сейчас нет в компьютерах, но есть просто ошибки. Итак, что же мы хотим видеть? Мы привыкли к стандартам. Мы любим понимать мир, и мы хотим, чтобы мир был всегда разным, но одновременно таким же, как и прежде. И как бы глупо это ни казалось, в сочетании клавиш Ctrl, Alt и Delete, это, в принципе, все знают, что это такое. Мы знаем, что произойдет, если мы их должны. Мы знаем, для чего они нужны. Все вот эти кнопки, которые вы видите на экране, мы все с ними хорошо знакомы, и мы знаем, как они работают. Если мы делаем что-то новое, какую-то инновацию, она должна быть всем понятна. Иначе мы должны просто заново использовать вот эти все функции. Нам не нравится делать ошибки. Это очень раздражает и злит. Если у нас появляется какая-то информация с ошибками, нас очень сильно раздражает. Поэтому мы делаем специальный контроль, проводим контроль, чтобы понять, что же нам необходимо сделать, чтобы не допускать эти ошибки. Например, если я буду делать какие-то опечатки, когда буду что-то вводить в кукол, то он меня все равно поймет. Мой смартфон, например, отправляет странные сообщения. Это другие ошибки, которые могут стать достаточно интересными вещами, особенно когда вы имена пишете и ошибаетесь. Мы также любим, чтобы вещи было легко запоминать. Нам не нравится заново думать о том, что нам нужно делать. Мы хотим, чтобы все было быстро и немедленно. И как только вы это получите, вы будете хранить это все оставшуюся в своей жизни, эти знания. Например, если вы передвинете джойстик, то ваш герой в игре тоже передвинет. Это все просто. И если вы будете как-то делать что-то по-другому, то это будет просто очень-очень странно. Нам также нравится быть частью продукта. Это именно поэтому Apple как выстрелил, iPhone, YouTube и любые другие продукты, которые выстрелили. Нам нравится быть там, нам нравится быть частью продукта. Пользователи другого возраста. Гибкость и эффективность использования. Мне это нравится. Очень нравится. Я хочу купить что-то онлайн, например. И где-то две трети всех вещей, которые покупаются онлайн, их отправляют обратно. Например, размеры не подходят или там что-то не то. И на этом веб-сайте, например, что они сделали? Это идеальная система. Они просят дать информацию о вашем росте, о ваших различных размерах одежды, например. И тогда он сам, сама программа определяет, какие размеры, например, одежды вам нужны. И тогда количество возвратов намного меньше. Или вот эти виртуальные ассистенты, например, справа вы их видите. Они всегда есть, чтобы вам помочь. Я ненавижу их, но тем не менее они есть. Если вы зададите какой-то умный вопрос, они вас ни за что не поймут. Однако они разработаны не для умных пользователей. Вот это достаточно сложный пример. Эстетика. Что красиво, что некрасиво. Знаете вот этот пример? Что это такое? Замечательно, да? Это замечательный дизайн. Вы кладете туда цитрусовые фрукты, и вы получаете сок. Для дека это нормально, для всего остального это ужасно. Забудьте об этом, у вас грязные руки, не надо это делать, пожалуйста. Однако выглядит красиво. Определение ошибок и их исправление. Опять-таки, это система предотвращения ошибок. Вы совершили ошибку какую-то, и дальше идете. Нет, вы не это имели в виду. Конечно, это то, что я имел в виду. Кто вы такие, чтобы мне это говорить? Это другие пользователи имели в виду. Помощь и документация, конечно, мы не получаем. Когда я был в вашем возрасте, я покупал ПО, у нас были такие диски, дискеты. Прошу прощения, дискеты. И у нас было целых два пакета дискет для всего ПО. Тогда не было CD-дисков. Я динозавр, на самом деле. Сегодня такого уже не происходит, сегодня все онлайн, можно скачать. Однако, что хорошо с такой документацией, это то, что она прогрессивно появляется. Если вы получаете помощь тогда, когда вам она нужна. Это именно то, что нужно пользоваться. Я не хочу читать 300 страниц руководства. Мне все равно, на самом деле. И мне все равно каких-то предупреждений, потому что я, в принципе, даже их не включил. Когда же я их включаю, мне очень важно знать, что будет происходить и что я должен сказать в этом случае. Эту я продублирую. У меня нет звука, к сожалению. Вы видите двоих человек здесь, и он говорит, ваша собака кусается? Нет, он говорит, моя собака не кусается. И, конечно, он говорит, он недоволен, и говорит, ну, вы же сказали, что ваша собака не кусается. Он говорит, ну да, но это же не моя собака. И все, на сейчас все. Спасибо большое вам. Вы здесь введите стандарты по юзабилити, требованиям к управлению. Пожалуйста, помните про UX, про пользовательский опыт. И помните, что всегда есть намного все больше, чем ваше ПО, и на что нужно обращать внимание, потому что именно это потом выстрелит. Спасибо. Пять минут на вопрос. Если есть вопросы... Да, к сожалению, в видео не могу показать, до сих пор звука нет. Немножко глупо, но... У меня вопрос по поводу... изменения поведения пользовательского опыта, когда они начинают использовать приложение, а затем они начинают использоваться это быстрее, более профессионально, например, как в игре, да? Как игру, например. Какие советы вы можете дать по поводу UX для таких приложений, которые мы должны представить его с хорошим UX, новичку, но затем она должна по-прежнему вызывать интересы у профессионального пользователя. Я могу привести пример. Основной ответ это потестируйте на разных пользователях, на разных типах пользователях, на щеках, профессионалах, и посмотрите, как они реагируют на ваш интерфейс. Но это не все, конечно. Пример, мне нравится. Например, это элемент продукта, компания Adobe, и в Photoshop у вас есть три закладки, когда вы хотите обработать изображение, то есть у вас есть три режима. Один для новичка, и там на панели инструментов несколько инструментов и команд, и все. И это приложение представляет нам панель инструментов для новичка, основные инструменты, то есть они проанализировали, что обычно новичкам интересно. Например, они берут фотографию ребенка или собаку, и обычно у нас, у ребенка, получается, красные глаза, у собаки желтые глаза по разным причинам, и большинство новичков хотят немножко детушировать это изображение и сделать его, например, темнее, убрать красные глаза. То есть вы нажимаете на кнопку, и у вас появляется интерфейс, и затем у вас длинно появляется вот эта кисть, вы удаляете красные глаза, кликаете, и все. Вот такой простой инструмент. Вот такие очень простые процессы, инструменты. То есть вы не хотите быть профессионалом Photoshop, вы просто хотите чуть-чуть детушировать фотографию. Все. Второй режим это для среднего пользователя. Что мы там делаем, это там больше инструментов, но также у вас есть процессы, и есть пояснения, как использовать процессы. То есть это не простое ретуширование, но уже такой процесс, более сложный процесс. Например, вы хотите, чтобы часть фотографии выглядела, как будто она взяталась в другой фотографии. Например, у вас молодая девушка или кукла, и у нее ноги, и вы хотите удалить весь фон, чтобы все это, чтобы, ну, девушка выглядела красивее. То есть вы кликаете на кнопку, и там автоматический процесс, вам рассказано, что вам делать, идите туда, туда, создайте маску. То есть там есть такая, как бы, программа помощник, помощник, который вам подсказывает, что делать. И есть третье, третий режим для экспертов, там нет никаких помощников, ничего такого нет, но у вас есть все инструменты. Вы уже профессионал, вам не нужно какие-то процессы разъяснять, вы спокойно пользуетесь, а если вы что-то забыли, вы идете во второй режим, и там у вас есть помощник, и он вам подсказывает. Вот помощник, это очень классная штука, многие, то есть это не панацея, но помогает. Есть такие определенные визы, которые показывают новичкам, вот это произойдет в этом случае, вот это сделается так, и так далее. То есть я когда путешествовал, была проблема с аэропортом, это в Бельгии было, аэропорт у них не очень, но в Бельгии есть Бельгия, и у них есть большой кран, и там он показывает самолет 175-й или какой-то там, он летит, и там, извиняюсь, он стоит на взятой полосе, там две лестницы, и между ними вы там можете проверить, где находится ваше место, и если вы, например, в ряду первом или в 16-м, то вы можете пойти в заднюю дверь, а если у вас 35-е место, то вы идете в правую, скажем так, дверь, то есть обычно люди, которые немного путешествуют, они не знают, где у них находятся эти места, и они заходят не в те двери и потомство подтворения, и я думаю, то есть я, например, часто путешествую, я уже сразу представляю, где мое место в самолете, а другие люди нет. Отличное пояснение, то есть когда вы идете на проверку, когда с вас снимают ремень и так далее, вы знаете, что с вами произойдет, ну, конечно, вы никогда не знаете, что произойдет при проверке, но, по крайней мере, вы догадываетесь, и вот таким образом вы должны подсказывать пользователям, что с ними будет, но после того, как человек уже всему научился, вы даете ему возможность избежать этих подсказок, информирования, потому что человеку скучно, он не хочет, чтобы ему подсказка это что-то раз выпадало. Я, например, в аэропорту человек скажет, да не надо мне что-то раз напоминать, что не надо с собой возить алкоголь или ручные гранаты, я уже запомнил, не вожу уже. Спасибо за вашу презентацию, хотел бы спросить, на каком этапе разработки приложения нужно думать о контексте использования, начинать думать о контексте использования, и какой будет контекст использования вашего приложения. Но это как протестирование, как можно раньше. Вы должны уже на этапе разработки интерфейса и UX, даже при проектировании вашего приложения уже можно думать. У вас есть вайфрейм технологии проектирования, которые позволяют это сделать. И также вы проводите тест практичности на всех этапах жизненного цикла продукта. Спасибо. У меня есть интересный... Давайте подумаем о ситуации, когда пользователь, ему нравятся предложения, он использует его в течение двух месяцев, но через полгода он думает, я не использовал... Давайте посмотрим... То есть он пользуется два месяца, потом несколько месяцев не использует, и подумает, попробую-ка я еще раз его использовать. Загружу, что изменилось, посмотрю, но человек его загружает, там нет помощника, я не знаю, как с ним работать, но на самом деле его нет, потому что когда вы в прошлый раз пользуетесь приложением, вы его деактивировали. То, что я ему порекомендую для того, чтобы у него был хороший пользовательский опыт, человек, который пользовался приложением, потом не использовался, не пользовался, потом опять начал пользоваться. тут есть два ответа. Первый касается запоминаемости. То есть, во-первых, вам нужно запоминать. Она должна быть... То есть, если в приложении есть какие-то определенные команды, определенная логика, она должна быть такая естественная, понятная. То есть, первый раз, когда вы поняли, как эта логика работает, вам уже должно быть логически понятно, как это работает, вы не забудете это. И через 6 месяцев вы должны помнить, ну, в случае, когда интерфейс полностью меняется, тогда все по-другому, конечно. Но второй момент, это вы должны давать возможность пользователю почитать помощь, справку в любой момент, когда ему захочется. В играх, например, вы всегда можете вызвать подсказку, справку. Например, вы запомнили, как прыгать, но не знаете, как специальный удар какой-то сделать, комбинацию ударов. Вы хотите узнать. В любой момент в UX-игры вы должны иметь возможность почитать и потом на практике потренироваться. Как, например, в продуктах Adobe там есть возможность переключения между этими режимами, о которых я рассказывал первым, вторым и третьим в любой момент. То есть вы в любой момент можете выбрать, я хочу поработать как средний пользователь, или как профессионал, или как новичок, и заново повторить какие-то моменты, выучить их. Есть куча каких-то промежуточных штук, которые мы не используем часто. Даже профессионал может что-то забыть, а потом хочет вспомнить, как этим пользоваться. В любой момент он может это сделать. Это очень удобно. Это что касается использования контента, помощи и представления пользователю возможности вернуться к справке, вызвать справку в любой момент. Это первый ответ. Второй момент, если полностью изменился интерфейс, между первой и второй версиями большая разница, то тогда нужно рассказать пользователю, что именно изменилось. часто так делают. В приложениях, когда вы загружаете новую версию, то вам сразу выдается информация, но это скучно, потому что там текст о том, что изменилось, какие баги были пофикшены и так далее, вам это не интересно, но в некоторых случаях делают более умно, скажем так, подсвечивают именно те места, когда какая-то важная функция изменилась, добавилась, что-то остальное вы можете не читать. такие вот методы. Нам надо заканчивать еще два вопроса, и на этом вопросы заканчиваем. Я прочитал недавно хорошую книгу, почему ПО плохое название книги. Да, это книжка, но то, что ПО часто неважное делают, это правда. То есть у вас была в последней бизнесе отличная мысль о том, что мир IT разработчиков 30 лет назад создавался специалистом IT для специалистов IT, то есть он разрабатывался с точки зрения того, что IT, разработка это очень сложный процесс, это что-то всегда инновационное, новое, и получалось так, что пользователь должен был быть сам специалистом, чтобы иметь возможность воспользоваться созданным продуктом. Сейчас все изменилось, и пользователь не хочет и не может, скажем так, знать все об этом продукте, но хочет его использовать просто. Достал из коробки и воспользовался. Поэтому я думаю, что у нас очень ограниченное количество стандартов по кнопкам с знаковыми символами, знаковыми кнопками, которые выполняют одни и те же функции, команды. Но вопрос, с вашей точки зрения, поскольку вы знаете эти стандарты, я сам не специалист по UX, то есть эти стандарты, то есть есть ли достаточно информации о UX, чтобы удовлетворить потребности пользователей? Нет. Кто сейчас занимается практичностью UX, юзабильностью? Лишь несколько человек. Три-четыре назад я был на тренинге в Париже, и только два человека подписались. Это было именно по практичности, по юзабильности. Никто не хочет этому учиться. это проблема, потому что мы разрабатываем по уже 40-50 лет, Марко говорил, 50 лет опыта, то есть как минимум 50 лет мы уже разрабатываем ПО, но это проблема. То есть мы думаем, что мы что-то знаем о практичности, о юзабильности, но мы ничего не знаем, мы просто что-то узнали, и только на об своем опыте говорим. То есть вот есть субъективность подтверждения. То есть мы думаем, что все воспринимают и обрабатывают информацию как мы. То есть когда мы разрабатываем продукты, мы основываемся на каких-то стандартах, на каких-то плохих практиках, в которых вообще практичность не учтена. И мы считаем, что все воспринимают и делают все так же, как мы, и получаем плохое ПО. Да, практичность, юзабильность, ПО, это ISO 252010, что-то такое, которым, ну, она должна соответствовать вашим продуктам, этому стандарту. Но там куча нефункциональных тестов, но в любом случае продукт усложняется, пользователи становятся умнее, и все это уже не так актуально, все эти ISO-стандарты. Поэтому мы должны сами работать, актуализировать наши методы, убеждать в этом наших боссов, что это важно. И это не просто. То есть, есть еще одна парадигма. Сегодня у нас есть куча компонентов, которые мы можем перемещать по экрану, кажется, все так просто, но код и взаимодействие, которое там используется, это очень сложная система. как вы нажимаете маленькую кнопку, а где-то запустилось атомное оружие, сложнейший механизм. Вы абсолютно не понимаете, что происходит там, внутри вашего компьютера, когда нажимаете на кнопку. Спасибо за вашу презентацию. Давайте представим, что вы должны объяснить продукт-онор, воздействию продукта, что какие функции нужно включить в продукт для улучшения пользовательского опыта. Можете вы предложить, как объяснять это? То есть, что я скажу ПО вместе, ну, я скажу много, наверное, вещей, но проблема сегодня с гибкостью и с теми концепциями, что есть люди, которые совершенно не понимают, что они делают, но при этом должны принимать решение обо всем. ПО должны быть тестировщиками, специалистами по продуктам, специалистами по юзабельности, практичности, но они пока они просто выбрали на эти сложности, мы изменили организацию, изменили парадигму, и все. У них ни обучения не получали, ни информации о том, что это такое, как с этим работать. Они полностью как поселены в этом мире нового ИТ, и поэтому лучше всего взять какого-то пользователя, рандомного пользователя, который ничего не знает о приложении, уборщицу с вашей организацией, и на ней потестируйся, и сделайте это перед ПО, и если все будет хорошо, то все отлично, ПО хорошо поработало, а если уборщица не понимает, что как делать, то значит он убедится, что что-то пошло не так, вот пользователь потенциально, и он не понимает. Что касается тестирования, да, мы живем в прекрасном мире, я уже 20 лет пытаюсь убедить людей, что тестирование это бизнес как таковой, то есть вам нужно быть специалистом, это не что-то, где вы можете импровизировано взять, да потестировать, есть специальные курсы, знания, специальные методы, то есть тестировщик это не ПО, это не разработчик, это совершенно отдельная профессия, очень серьезная, и мы постоянно пытаемся убедить в этом людей, и сейчас я вижу, что тестирование опять перестает быть какой-то отдельной серьезной дисциплиной, потому что все изменяется, люди не хотят адаптироваться, и мы говорим, что нет, послушайте, надо по-новому тестировать, в некоторых случаях практичность, усиливенность ПО должна быть протестирована, другие вещи, новые вещи надо тестировать, и если мы не обеспечим это как компонент качества наших продуктов, нас конкуренты просто задавят, и все. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.